Благо Твоим людям и людям, которые еще не знают Тебя. Мы доверяем эти обстоятельства, эти ситуации, Твои божественные руки. Только Ты один знаешь, что нужно для нас. Только Ты один знаешь, что нужно для этой земли. Пусть восторжествует Твое Царство, Твоя власть, Твоя сила, Твоя победа и Твое могущество во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты все держишь под Своим контролем. Тебе вся слава, Тебе вся честь и хвала. Царю и Богу нашему во веки веков. Аминь. Пусть Бог благословит вас и Украину. Садитесь, пожалуйста, и Россию, и всех людей, живущих на этой земле. Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Наш Бог, добрый Бог, и у Него благодати достаточно, чтобы спасти любого человека, где бы он ни был, на каком бы дне он ни был. Знаете, Павел был восхищен до Третьего неба. Есть люди, которые опускаются до самого дна. Поэтому, как бы глубоко ни был человек, у Бога достаточно благодати поднять, спасти, омыть, оправдать и посадить рядом с Собою на престоле своей славы. Наш Бог очень добрый. «Слава Ему! Скажи, мой добрый Бог! Мой Бог, добрый Бог! Аллилуйя!» И вы знаете, у нашего Бога всегда было желание общаться с людьми. Бог творил человека для того, чтобы общаться с ним. Бог посетил свой народ Израиль в Египте для того, чтобы вывести их из Египта и общаться с ними. И Бог говорил Израилю, что «Я носил вас, как на орлиных крыльях, и привнес вас к себе». И я слышал одного проповедника, он говорит, мы часто говорим, что у Бога было желание вывести народ из Египта, ввести в обитованную землю, это была как бы конечная цель. Но не это была... Да, это была одна из целей Божьих для Израиля, но это не была самая главная цель. Самая главная цель Бога для своего народа – это было приблизить их к себе, чтобы иметь отношения со своим народом, чтобы общаться со своим народом. Но вы знаете, произошла трагическая такая картина. Давайте мы откроем книгу «Исход», 19 глава. Что произошло, когда Бог попытался построить отношения со своим народом? 19 глава «Исход». Здесь описываются события, когда Моисей неоднократно восходил на гору в присутствии Божьей славы. 16 стиха, 19 глава, книга «Исход». На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана, сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи. Звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы. И призвал Господь Моисея на вершину горы. Глава 20 глава. С 18 стиха. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был предлицом вашим, чтобы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где был Бог». Вот интересное событие. Такая потрясающая картина. Громы, молнии, землетрясения, дым, трубный звук, такой страх, гора дрожит. И написано, Моисей вступил во мрак, где был Бог. Там был Бог. Все, что было вокруг, было очень страшно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.